Доброго здоровья! Это продолжение загадочной истории. Итак, я описываю суть конфликта, на котором я присутствую в качестве психолога, пока ещё входя в курс дела, когда переговариваются сферы, разумные сферы, и двое участников. И эти двое, как выясняется, имели непосредственное участие в том, в чём я сейчас расскажу. Эта сфера — представитель подотдела филиала глобальной цивилизации, которая разрабатывает, формирует физические тела. И это тела очень разных существ. Тела тех, кого мы называем животные, и тела людей в том числе. И у неё, и у этой цивилизации много планет, на которых она создаёт разные тела, в разных климатических и физических условиях. Это целая гигантская корпорация, которая поделена на множество мелких. Каждый из них разрабатывает свои близкие к друг другу виды. И как раз представитель этого подотдела разрабатывает виды грызунов, похожие на мышей и на крыс. Я так понял. И при этом они очень разных видов. От маленьких до очень больших. И мне начинает казаться, что тот самый крыс, который сидит под этим шаром, и есть один из видов, лучше всего получившихся, разработанных и воплотившихся в тело, который является аватаром, носителем этого шара. Физическим носителем, который требуется для того, чтобы присутствовать с нами физически. Может быть, это не так, может быть, я ошибаюсь, но первое впечатление такое. И ребята, с которыми я ждал эту сферу, как раз были закупщиками партии крыс. Крыс, маленьких крыс, насколько я понял, крыс маленького размера. Они их взяли в аренду с условием вернуть в определенную дату. И вот что произошло. Эта партия крыс нужна была для того, чтобы сбалансировать экологический перекос у нас на Земле. Недавно был конфликт между кое-какими корпорациями, которые создали проблему одна у другой экологическую. Она это сделала специально. У них жёсткая конкуренция. И как раз когда одна корпорация создала экологическую проблему у другой, экологический перекос дал возможность расплодиться вредителям, размножение которых стало переваливать за пределы вреда этой корпорации и стало грозить экологическим кризисом. И тогда организация, ответственная за экологическую обстановку соответствующего региона, приняла решение закупить большую партию крыс, которые бы уничтожили, то есть съели бы этих вредителей за какой-то период, который они просчитали. И был договор между теми, кто сейчас переговаривается. И я видел, что перед тем, как пойти на соглашение, цивилизация, разработавшая крыс, выясняла, что попадёт в рацион этих крыс. Осматривала тех существ, которых эти крысы могут поесть, и то, что будет входить в их рацион. Они брали на анализ всё, что могут съесть там крысы. И только после этого подобрали тот вид крыс, которым бы данный вид пищи пошёл бы только на пользу. Я так понял. И крысы были взяты в аренду и выпущены в нужном месте. И всё бы прошло хорошо, и крысы бы после исполнения своей миссии были бы возвращены в целости и сохранности, но что-то пошло не так, потому что начались ошибки. В самом разгаре процесса, ночью, когда за происходящим истреблением вредителей следил новичок, и он остался один. Вот что было. Перед своим дежурством он не выспался и уснул на своём посту. И контроль был потерян. И в это же время корпорация, терпящая убытки от предыдущих вредителей, наблюдающая, как их поедают более крупные вредители — крысы, начала их уничтожать, истреблять. Именно тех крыс, которые ей помогали. Они не в курсе были, что крысы действительно им помогали. И дежурный, следящий за тем, чтобы этого не произошло, уснул. Поэтому, когда дежурный всё-таки проснулся, было обнаружено, что большая часть крыс уничтожена. Но было обещано, что все крысы будут возвращены в целости и сохранности. И как раз сейчас девушка объясняла сфере, что произошло что-то форс-мажорное, что был человеческий фактор, что мы не смогли всё предусмотреть. И со стороны человека, новичка, кстати, тоже принятого недавно на работу. И тоже он рождён на поверхности Земли. Он был начинающий, и поэтому он допустил такую ошибку. И получается, ответственность лежит частично на этой организации, частично на людях с поверхности Земли. И в лицах этой корпорации, которая уничтожила крыс. И разговор переключился на меня, потому что я был и представителем этого человечества, натворившего такое количество ошибок. Общаясь с девушкой, эта сфера стала уделять мне внимание и всё больше переключаться на меня. И в момент, когда сфера переключила внимание на меня, я стал чувствовать, что моё сознание стало разделяться на подотделы, в каждом из которых происходило что-то одно. Оно стало просматривать моё сознание, моё прошлое. То, кто я, что делал. И я понял, что я являюсь представителем человечества, ответственным за гибель их подвида, к которому, оказывается, они относятся настолько трепетно, нежно и с любовью. И это их отношение можно сравнить разве что с некоторыми владельцами домашних животных, которые в них души не чают, которые их так любят, что кажется даже, что больше, чем себя. Это как женщина без ума от своего котика и живёт только ради него. И защищает и охраняет его от всего, что можно. Но их отношение было ещё более трепетное и чуткое. Они ощущали этих крыс как неотъемлемую часть себя, которая была потеряна. И я наблюдал, как эта сфера просматривает всю мою жизнь. Она просматривает человечество через меня. То, как я понимаю человечество, то, как я с ним взаимодействую, с разными его представителями. И то, как я работаю психологом. Она через меня начинает понимать людей, как я их учусь понимать и помогать им. Она включается в процесс, смотрит моими глазами, чувствует моими чувствами. И даже я в какой-то степени улавливаю её отношения в том, как я работаю с людьми. Я за собой периодически фиксирую ошибки, которые впоследствии исправляю. Но она в это время смотрит моими глазами, и я вижу, как бы она реагировала на то, что я называю ошибками. И ещё я обнаруживаю ещё больше ошибок с точки зрения этой сферы. Как бы она поступала, говорила, писала и действовала в тех ситуациях, в которых я ещё не успел догадаться, что это тоже были ошибки. Мне это приносит большую пользу. Я пересматриваю множество ситуаций. Другие выходы из него, другие взаимодействия, более работающие, более качественные, ведущие к более положительным результатам. И во время перепросмотра моей жизни она выделяет ситуации моего взаимодействия с грызунами. Первое — это когда наша семья принимает от другой семьи, которая хотела избавиться от хомячка. Я так понял, потому что он заболел и потому что ему осталось жить немножко. Как им сказали врачи. И они вместо того, чтобы усыпить по рекомендации врачей, просто предложили продлить его жизнь, но в других руках. И тогда наша семья, я там был ребёнком, принимаем этого хомячка и остаток его жизни, пытаемся заботиться о нём, потому что нам он нравится. И да, он прожил недолго, я не помню сколько, но мы пытались как-то ему помочь, хотя не знали как, и в итоге он умер. Но та забота о грызуне тронула эту сферу. И следующая ситуация. Когда я тоже в детстве был в бабушке, там у неё большой деревенский дом, в котором есть пристройка. И поскольку это юг России, то это было летом, жаркий период, когда в этой пристройке к дому, я её называю верандой, можно было спать, и меня там постели. И когда я там утром просыпаюсь один, лежа в кровати, осматриваюсь, и здесь мой взгляд привлекает внимание мышка, которая выбегает из-под моей кровати и останавливается поблизости от неё. И я, стараясь не шевелиться, чтобы её не спугнуть, просто наблюдаю за тем, что она будет делать. Мне интересно, я впервые в жизни вижу настоящую живую мышь. В детстве. В итоге она убегает, потом я рассказываю об этом бабушке, и бабушка говорит, «Так что ж ты её не убил?» Я спрашиваю бабушке, «Как это?» Она говорит, «Да так, просто кинул бы на неё подушку и прыгнул бы на подушку ногами и походил бы по ней». Я немножко ошарашенный. Говорю бабушке о том, что подушка была бы испачкана. Бабушка отвечает, «Бог с ней, мы бы её постирали. Главное, мышь надо было убить». И я смотрю на бабушку и думаю, «Неужели бабушка на это способна?» Для меня это всё кажется диким. И я себя анализирую, что я не могу такого сделать. И третья ситуация, которая показывает мне эта сфера, это происходило сколько-то лет назад, когда я жил в маленьком городке, в пятиэтажке, в хрущевке, в очень старом доме, которому лет 50, наверное, в квартире, где раньше жила моя бабушка. В этом доме в основном жило преклонное пенсионное пожилое население. В основном бабушки, которые жили на пенсии, и единственное их занятие в основном было, это ухаживать за местными дворовыми котиками. И поэтому вокруг дома, по периметру, около стены, особенно около входов-выходов с подвалов, бабушки раскладывали разные виды яств, еды от кошачьих кормов сухих и влажных до варёной, жареной сырой рыбы, курицы, мяса и разные другие виды молочных продуктов, которыми щедро снабжали бабушки этого дома, местных котиков. Поэтому вокруг этого дома котиков водилось достаточно. И особенно в тёплые деньки они лежали вокруг дома, грелись на солнышке, просто валялись, хорошо поев, и были настолько откормлены и ленивы, что даже мышей не ловили. Мне иногда казалось, что бабушки их слишком балуют, но разве что икру им не доставляют. И в те времена я выхожу из подъезда и вижу такую сцену. Откуда-то выпрыгивает крыса и бежит мимо этих котиков, которые в полглаза за ней наблюдают, но ничего не делают. Их и так неплохо кормят. Но одна из бабушек, которая видит крысу, и, кстати, их пути пересекаются, и когда крыса пробегает прямо мимо бабушки, бабушка перемещается, опираясь на какую-то то ли трость, то ли костыль, точно не помню. И когда крыса пробегает мимо бабушки, она тут же начинает её пытаться ткнуть, тыкает в неё своей палкой и видно, что иногда попадает и крыса повизгивает от того, что ей больно. Но интересно, что крыса не бежит дальше, не убегает от бабушки, а пытается прыгать рядом с этой палкой, но мне кажется, что она даже пытается как-то сражаться с этой палкой, но с другой стороны кажется, что она пытается бабушке кричать, голосить, вот буквально кричать, что ей больно, зачем вы это делаете. Мне кажется, что это не просто животное, которое просто убежало бы, что она имеет какой-то зачаток разума, что способна пытаться донести этой бабушке, что ей больно. Тут же я, насколько могу, быстро подхожу к этой бабушке и говорю ей в лицо, что вы делаете, ей же больно. Тут же бабушка останавливается и пытается оправдываться передо мной, что это же вредитель, их же надо убивать. Но поскольку бабушка остановилась, перестала это делать и крыса спокойно продолжает бег дальше, я понимаю, что самое главное я сделал. Я вступился за крысу, а вот этой бабушке объяснять, что она творила, бесполезно. И хватит того, что я сказал в самом начале, чтобы она задумалась над тем, что она пыталась сделать. И просто пошёл дальше. И в этот момент, наблюдая, как на это смотрит эта сфера, я чуть не заплакал. Она действительно посчитала, что я совершил что-то вроде подвига для её любимого вида. Возможно это, возможно пересмотр всей моей жизни и понимание человечества в целом, как я понимаю человечество, не осуждая его, а пытаясь исцелить. А возможно через меня она поняла всё человечество, что мы не безнадёжны, что мы можем понимать друг друга и понимать животных. Не знаю, что из этого или всё вместе повлияло, что она переключается на девушку, не оставляя во внимании меня, и она всем нам троит, сообщает, что ситуация понята, все участники прощены, никто не виноват. И поскольку ничего мы больше не можем сделать, всем всё прощается. контракт закрывается примирением всех сторон, и наша миссия, в данный случай моя, на этом закончена. Мне здесь почти ничего не надо было делать, оказывается, что-то доказывать, работать психологом, просто моя работа прошлого и все мои взаимодействия с людьми и животными пригодились для этой сферы настолько, что, может быть, я сыграл эту роль лучше других. Может быть, и нет. Может быть, кто-то мог бы убедить эту сферу и прийти к этому результату быстрее, чем я. Но я рад, что всё так получилось. И я вам об этом рассказал только потому, что, во-первых, это было разрешено вам открыть, во-вторых, это чуть более интересная ситуация, чем некоторые другие, которым не разрешают вам открывать, но которые больше похожи на обычную жизнь. Здесь, я думаю, есть чему поучиться, есть из чего сделать выводы и вам, а уж мне-то тем более. Итак, я продолжаю учиться и здесь, и там. Я там являюсь учеником и практикантом, как в этом случае. И на этом я завершаю этот эпизод, эту историю, потому что там она была завершена. И если стоит продолжать загадочную историю и рассказывать даже о менее интересных ситуациях, ну, на мой взгляд, менее интересных, может быть, на ваш они будут чуть более интересными. В общем, напишите в комментариях, стоит ли продолжать рассказывать больше, чем я рассказываю последний год. О загадочной истории. О том, где я еще живу и что делаю и чему учусь. Итак, по вашим значкам нравится, по комментариям я смогу понять, стоит или не стоит мне продолжать. Но самое главное, я смотрю по количеству просмотров. И, конечно, если оно будет очень большим, то тогда я пойму, что такому количеству людей точно нужно продолжение. И на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok